Вместе на службе, вместе по жизни. На любом корабле и в командах всегда только один капитан, а в семье военнослужащих Атахановых и Стараза их сразу два. Но вопросов, кто главнее, никогда не возникает. Самое важное это любовь, взаимопонимание и уважение, говорят супруги. С семьей капитанов встретились мои коллеги. Бахадир и Дина Атахановы муж и жена. Служат они в одной воинской части в полку связи регионального командования ЮГ. Большой плюс в том, что я военнослужащий и супруга военнослужащего. У супруги не возникают вопросы, что такое наряд, что такое ночное дежурство. Почему ты с работы после наряда пришел не в 10, как он закончился, а в 12. Военнослужащие познакомились на работе. Бахадир проходил психологическое тестирование, а проводила его как раз Дина. Так служебный диалог перерос в служебный роман, а спустя месяц в крепкую семью. Вместе Атахановы уже 10 лет. Работаем в одном месте, оба военнослужащие, это никак не влияет на наши семейные отношения. Наоборот, с другой стороны, даже как-то в какой-то степени укрепляет. По очереди, получается, я подшиваю иногда супругин китель, иногда супруга мой китель подшивает. При любых мероприятиях, например, повседневную форму, раз переоборудовали в парадную, с парадки, кому-то какую-то медальку, значок, планку надо, раз перецепил, я у тебя возьму, я у тебя возьму. Супруги Атахановы оба офицеры и капитаны, поэтому зачастую возникает путаница. Вызовите ко мне капитана Атаханова. Вызовите удачи, по фамилию Дина. Я взяла фамилию мужа, и, соответственно, когда нам доводит дежурный, что взывает командир, и он говорит, капитан Атаханов, так мы еще и оба в звании капитана, соответственно, я бегу к командиру и там встречаюсь с мужем, потому что до него тоже довели, что его зовут. И вот такие моменты, а потом уже у командира непосредственно выясняется, кто же ему был нужен из нас. Капитан Дина Атаханова психолог полка связи, а ее муж начальник отделения автоматизированных систем управления. Целый день в моей голове. Это наши военные провода, наши военные программы, которые иногда хотят не работать, заставляем, настраиваем все это. Мне, например, служба нравится. Я от этого никак не устаю. Каждый день какие-то новые задачи, их надо выполнить. Супруги растят сына. Они мечтают, что он пойдет по их стопам и обязательно станет военным. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Тарас, Хабар, 24.